Добрый день! Время гигантов снова пришло. Перед нами 11х11 магнит от компании Dionsheng. Старый логотип. Говорит, что на магических кубах 35 лет уже специализируется. Ну, 11m, видимо, Dionsheng. Новый логотип. Galaxy 11m. Магнетик 11х11х11. Нарисован кубик. Здесь всякая техническая информация. Есть, как обычно, две версии. С белым внутренним пластиком и с черным. Я выбрал с белым. И здесь даже стоит галочка. С белым мне показалось посимпатичнее. С черным у меня 8х8. Открываем. Очень туго идет. Коробочка таких же размеров, как 8х8, 9х9 и 10х10. И нас здесь встречает. Во-первых, буклетик. Тут, наверное, инструкция по сборке, которую мы, естественно, использовать не будем. Но она существует. И тут различные ситуации. С этой стороны, кверх ногами по-китайски. Да? Вроде так. Это нам не нужно. Дальше. Нас встречает штука из пенопласта. Хотя нет. Это не штука из пенопласта, как меня поправил один мой максимальный и грамотный зритель. Это вспененный полиэтилен. Он здесь слегка деформировался. То ли я его рядом с батареей положил, то ли неаккуратно коробку закрыл. Но чуть кривоват. А может он такой был. Не знаю. Полиэтилен вспененный. Дальше. Бокс с кубиком. По размерам бокс. Стандартный. Еще один вспененный полиэтилен. На этот раз нормальный. И внутри все те же самые аксессуары. Аксессуары. Это у нас подставка. Классическая, неинтересная. Это огромный мешок. Такой же как в 10х10. Сейчас откроем. Тряпочка, чтобы протирать. И отверточка, коих у меня уже огромное количество. Мешок. Развернем, наверное. Да. Такой вот крупный мешочек. Ну сюда, наверное, 12х12. По месяцу. Будем его ждать. Здесь у меня парад героев. Ставим в ряд с ними. 11х11. И видим, что бокс действительно точно такой же. И ничем не отличается. Единственное отличие. 11М. Ну и подложка. Там уже здесь были всякие картонки. А здесь просто пластик. Пластиковая форма. И вот это место, я понимаю, что как раз для тряпочки. Наверное, так. Ну, по крайней мере, я это использую таким образом. Храню я свои большие прекрасные кубики в этих боксах. Очень удобно, красиво. Лишнего места не занимают. И не пылятся. 11х11. Красивый. Потрясающий. Отлично вращается. С белым пластиком внутри. С разноцветными магнитиками. С разными-разными. Очень-очень хороший. Размер 82 мм. У ближайшего конкурента. Это Мейлонг. От Мою. Размер 89 мм. Вес. Несмотря на то, что здесь куча магнитов. Еще меньше, чем у Мою. 380 граммов. Не особо тяжелый кубик. Вот вращение. Слои, конечно, они пытались сделать, чтобы они вращались одинаково. Но внутренние все-таки чуть потуже это делают. Можем делать пиф-пафы. Но аккуратно. Можем даже прокрутить какой-нибудь алгоритм типа Т-Перма. Кубик. Это позволяет. Поменялось. И еще разок. У меня руки большие. Мне более-менее удобно. Хотя куб, естественно, уже более крупный, чем его предшественники. Все-таки 11 слоев. Поставим их в один рядок, чтобы можно было наглядно сравнить габариты. 11, 10, 9 и 8 слоев. Ну, 11 на 11 не сильно крупнее, чем 10 на 10. Из-за чего детальки стали еще немного мельче. А мелкие детали приводят к тому, что могут как-то ускользать из пальцев. Чтобы вращать средний слой, нужно быть точнее и внимательнее. Большее количество элементов, конечно, сделало так, что здесь возможны локапы. И да, они у меня были. Какие-то вот при вращениях элементики перескакивали в свое место и куда-то там смещались. Но ни разу у меня куб не взорвался, а собрал его уже раз несколько. Каждый следующий раз был приятнее предыдущего. Предварительно перед записей этого видео я перемешал всю серию. От восьмерки до 11 на 11 и их собрал. И общее впечатление. Действительно, четные и нечетные кубики своим вращением отличаются. Четные 8 на 8, 10 на 10 более вязкие. 9 на 9 и 11 на 11 более резкие. Когда они есть все вместе, это легко почувствовать. Но каждая следующая сборка делает куб все приятнее. Да, из-за сложного строения здесь возникают некоторые сложные моменты. Где-то что-то застревает. Не всегда и не везде легко можно что-то выбрать. Но в основном сборка доставляет исключительно удовольствие. Так, сделаем какой-нибудь узорчик, чтобы он был. Вот оно, само по себе вращение. Ничего не гремит, ничего не болтается. Отличное качество. И великолепно все смотрится. Стоит ли покупать этот куб? Является ли он лучшим? Или взять что-то другое? Это однозначно лучший кубик 11 на 11 из существующих. И да, у меня нет мейлонга. Но у меня есть мейлонг. Вернее, его аналог 8 на 8. И разница там, конечно, есть. Компактный, хорошо контролируемый кубик 11 на 11. До него у меня был только вот этот зверь от компании Юксин. А древний, ему я уже не знаю сколько лет. Но его я пытался собирать на скорость. И собирал за 34 минуты. Он, конечно, превосходит габаритами значительно. Я не засекал ни разу сборку на время современной модели. Но обязательно когда-нибудь это сделаю. Я специально не покупал никакие промежуточные модели 11 на 11. Ждал именно магнитную версию. А это вот приятно иногда потрутить. Но когда я собирал его на скорость, элементы иногда вылетали. А так кубик вполне надежный. Немножко обдираются стикеры. Но они здесь такие красивые, что он навсегда останется в моем сердце. Очень хороший кубик. Но, конечно, по вращению значительно уступает магнитному Дианшенку. Все с ним хорошо. Но вращать нужно, естественно, аккуратно. Так как заклинить он может. Если быть чрезмерно с ним грубым, наверняка какие-то детальки вылетят. Но я не был. Я был аккуратен. Какие лакапы возникали, они легко возвращались обратно. И я очень доволен. 11 на 11. Конечно, уже не так дешев. Стоит определенных денег. Но он этих денег стоит. Как в свое время компания Шенк Шоу была лидером в производстве больших кубов. Так вот теперь Дианшенк заполнил эту нишу. Если сделать 12 на 12. Я, конечно, не раздумывая куплю. Несмотря на то, что четные модели более веские. Все здесь хорошо. Иногда кое-где стоит приложить дополнительное усилие. Для того, чтобы магнитики крепкие. Но это со временем притрется. Я даже его еще ни разу не смазывал. Заводской смазки пока хватало. Но я думаю, если смазать, он будет еще мягче и плавнее. Куб замечательный. Если хотите себе отличный 11 на 11, то это как раз он. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok